привет друзья сегодня мы с вами поговорим о таком явлении которое имеет название бренда филия вот ну или на более жестком наречии бренда дрочерства когда человек покупает себе джинсы dolce и gabbana не потому что это хорошие джинсы а потому что это dolce и gabbana когда человек покупает себе кроссовки adidas не потому что это действительно удобные кроссовки а потому что это adidas когда человек покупает себе настоящий гипсон не потому что это хорошая гитара потому что это настоящий гипсон вот ну понятно что включая моей деятельности мы будем говорить в первую очередь именно о гитарах но я думаю аналогию вы понимаете да вполне понятно что если задача носить обувь просто как тапочки вот то это может быть дешевые кроссовки могут быть дешевые кроссовки но если человеку по приколу что на нем написано не какая-то китайская надпись а написано adidas вот он их будет носить по приколу ну не потому что это настоящие хорошие беговые кроссовки вот а потому что они выглядят как настоящие хорошие беговые кроссовки но для его текущих задач это годится но обратная сторона медали если человеку в принципе нужна просто какая-то обувь в которой он даже не занимается спортом он в ней просто ходит по гражданке вот и он мог бы выбрать себе там я не знаю туфли белорусского производства хорошие качественные кроссовки китайские не самые дешевые но качественные в китае есть производители очень хороших кроссовок но человек покупает себе adidas потому что это adidas вот то кто он как не брендодрочер да то есть он может получить хорошую обувь такого же уровня но с каким-то менее громким именем но он просто он брендодрочер он любит adidas вот возвращаемся к вопросу гитар да если человек выбирая себе гитару из дешевых гитар тысяч за 25 выбирает не харли бентон не бушный эпифон ну ладно хорошо мы не рассматриваем бушный эпифон потому что мы рассматриваем новые гитары которые доступны тоже в пределах 25 если человек выбирает из нескольких там плюс-минус одинаковых гитар ту на которой написано гибсон лес пол что мы про него говорим но не мы вы некоторые из тех моих подписчиков которые не могут себе ответить на вопрос ну зачем ну зачем наверное эти китайские подделочные гибсоны берут чисто брендодрочеры вот да с одной стороны да понимаю согласен в чем-то да если человек может за одну и ту же цену взять несколько гитар которые в общем-то ничем кроме названия не отличаются просто на нескольких из них названия какие-то китайские невзрачные не интересные а на одной написано гипсон человек покупает он знает что это не настоящий гипсон но его это устраивает точно так же как человек который берет себе не настоящий дешевый adidas для того чтобы носить их в качестве тапочек в офисе вот но теперь другая сторона медали а вот человек у которого есть 200 тысяч рублей и он за 200 тысяч рублей покупает себе настоящий гипсон что это такое вот теперь давайте посмотрим если этот человек прошел долгий мозолистый путь имел возможность потрогать в руках несколько десятков инструментов разных производителей и прекрасно понимает что ему для его задач за его деньги нужен именно гипсон да что он чуть-чуть переплатит за бренд но вот ему нужен именно гипсон потому что звук потому что именно такие характеристики именно такое что-то еще окей хорошо я скажу что этот человек который осознанно выбирает себе гипсон во всех остальных случаях да если человек не имел возможности сравнить не держал в руках гитары которые звучат также как гипсон но стоят там в полтора в два раза дешевле если человек не озадачивался вопросом не послушал перед покупкой еще там двадцать гитар каких-нибудь там эдвардсов каких-нибудь там паркеров каких-нибудь грека кого-нибудь еще и вот вот просто он берет гипсон потому что гипсон то это точно такой же бренд адрочер просто с другим бюджетом понимаете то есть этот человек который посмотрел рекламу увидел что гипсон это круто послушал чуваков которые пишутся на гипсоне подумал гипсон это круто и купил себе дорогой настоящий гипсон потому что может себе это позволить вот объясните мне чем он отличается за человека от человека который покупает себе китайский гипсон за двадцать пять ничем абсолютно ничем кроме бюджета вот поэтому опять же да как люди говорят что за двадцать пять тысяч можно купить что-нибудь другое но ребят за двести тоже можно купить что-нибудь другое чертовы комарики на воздушном шарике вот отличие будет только в том кто берет себе гипсон потому что действительно знает чем гипсон отличается от других гитар и почему нужен именно ему а другие люди будут брать гипсон просто потому что могут себе это позволить это такое же бренд адрочерство просто сильно другого финансового уровня вот и все